Родины, Словы Святого Отца нашего Иоанна Златоустого о детстве. Продолжение. Павел потому и обращается многократно к одному и тому же предмету, чтобы внушить коринфянам ту же мысль. Каждый имеет свою жену, муж оказывает жене должное расположение, жена не властна над своим телом, не уклоняйтесь друг от друга, будьте вместе. И блаженные ученики Христова не тотчас после первого внушения рассудили так, но тогда, когда во второй раз услышали об этом, сознали необходимость такой заповеди. Христос беседовал об этом, и в то время, как восседал на горе, и после многих других наставлений опять говорил, возбуждая в них любовь к воздержанию. Потому что одни и те же наставления, чем чаще повторяются, тем больше имеют силы. Так и здесь ученик, подражая учителю, многократно говорит об одном и том же. А послабление нигде не делает просто, но с привидением причины. Во избежание блуда говорит, во избежание сатанинских искушений и невоздержания. И таким образом, в словах о браке незаметно воздает похвалу детству. Если он из-за людей, живущих в браке, опасался, чтобы в случае продолжительного их разлучения дьявол не нашел к ним доступ, то каких венцов будут достойны те, которые с самого начала не имели нужды в таком пособии и до конца остались неуловимыми? При том же и козни дьявола бывают не одинаковы против тех и других. Первых, по моему мнению, он не слишком беспокоит, зная, что прибежище у них близко. Если они почувствуют довольно сильное нападение, тотчас могут уйти в пристань. Почему блаженный Павел не дозволяет им плыть далее, но советует немедленно возвращаться назад, если они утомятся, позволяя опять быть вместе? А девственница необходима должна постоянно пребывать на море и плавить по океану, не имея пристани. И хотя бы поднялась жесточайшая буря, нельзя причалить в свои лади и отдохнуть. Посему, как морские разбойники не нападают на море плавателей вблизи города, гавани или пристани, ибо это значило бы напрасно подвергать себе опасности. Но, достигнув корабль на середине моря, и поощрение своей дерзости, пользуясь отсутствием помощи этому кораблю, там употребляют все усилия, и не прежде отстают, как или потопив плывущих, или сами потерпев того же. Так этот страшный разбойник воздвигает против девственницы великую бурю, жестокий вихрь и выносимый треволнение, все переворачивая вверх дном, чтобы силой и быстротой опроти на кладью. Ибо он слышал, что девственница не дозволяется быть вместе. Но и необходимо весь век бороться, постоянно срождаться духами злобы, пока она не достигнет тихой пристани на небе. Поставив девственницу, как доблестного воина, вне стана, Павел не дозволяет ей отворять ворота убежища, хотя бы враг сильно нападал на нее, и хотя бы он приходил в большее неистовство от того самого, что его противнику не дозволяется иметь отдых. И не дьявол только, но и силы естественного вожделения еще более беспокоят не вступающих в брак. Этому всякому известно. К тому, чем мы пользуемся, мы не так скоро влечемся по желаниям, так как беспрепятственность к наслаждению располагает душу к умедлительности. В этом удостоверяет нас и пословица, хотя просто народная, но весьма справедливая, что всегда во власти нашей, говорит она, того не так сильно хочется. Если же мы встречаем препятствие к тому, что прежде было в нашей власти, то бывает противное и то самое, чем мы пренебрегали вследствие обладания им, делается предметом сильнейшего нашего пожелания. И так, во-первых, по этой причине уступивших в брак больше спокойствия, а во-вторых, потому что если у них когда-нибудь высоко поднимается пламень страсти, то последующее совокупление скоро погашает его. А девственница, не имея средства погасить этот пламень, хотя видит, что он разгорается и поднимается вверх, и будучи не в силах погасить его, старается только о том, чтобы и в борьбе с огнем не сгореть ей самой. Что может быть удивительного этого? Носить целый очаг внутри себя и не сгорать, питать пламень в тайниках души и сохранять ум неприкосновенным. И не позволяется выбросить вон эти горячие угли, она принуждена переносить душе то, чего, по словам писателя, притчу невозможно вытерпеть в телесной природе. Что же он говорит? Может ли кто ходить по горящим уголям, чтобы не обжечь ног своих? Притча 6.28 Ну вот она ходит и переносит пытку. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Притча 6.27 А она, нося яростный и бурный пламень не в одеждах, но внутри себя должна сдерживать и скрывать его. Кто же держнет, скажи мне, равнять брак с девством или взирать с пренебрежением на это последнее? Этого не допускает блаженный Павел, показав великое различие между тем и другим. Но посягший, говорит он, не замужний, говорит он, заботится о Господнем, а замужний заботится о мирском. 1 Корида 7.34 Дозволив брачным быть вместе, этим доставив им удовольствие, послушая, как он далее не одобряет их. Вместе, говорит, будьте, чтобы не искушал вас сатана. Желая показать, что не все зависит здесь от сатанинского искушения, но еще больше от нашей испорченности, он привел главнейшую причину, сказав невоздержанием вашим, 1 Корида 7.5 То он не устыдится, слыша это, то не постарается избежать упрека в невоздержании, и то еще не относится ни ко всем, а к весьма похотливым. Если, говорит он, ты такой раб наслаждения, если ты так расслаблен, что беспрестанно распаляешься и стремишься к совокуплению, то сообщайся с женой. Таким образом, это дозволение есть не одобрение или похвала, но посмеяние и осуждение. Если бы он хотел не очень сильно касаться души сластолюбцев, то не употребил бы слова невоздержания, весьма выразительного и содержащего великий упрек. Почему он не сказал немощу вашую? Потому что это больше означало бы извинение с его стороны, а словом невоздержания он выразил чрезмерность их беспечности. Итак, невоздержанию свойственно не иметь силы для удаления от прелюбодеяния, если кто не будет постоянно иметь подле себя жену и наслаждаться выкуплением. Что же скажут теперь те, которые считают девство излишним? Оно, чем строже соблюдается, тем больше заслуживают похвалы. А брак, тогда особенно лишается всякой похвалы, когда кто-нибудь пользуется им до пресыщения. Это, говорит апостол, сказано как позволение по снисхождению, а не как повеление. 1 Коринфянам 7.6 А где снисхождение? Там не может быть места похвале. И беседуя о девах, он сказал, я не имею повеления Господне. 1 Коринфянам 7.25 Так как не сравнял ли он то и с другим? Нет. В детстве он дает свое мнение, а здесь нисхождение. Не повелевает он ни того, ни другого, ни по одной и той же причине, но там потому, чтобы кто-нибудь, желая преодолеть невоздержание, не встретил препятствия тому в обязательном повелении. А здесь потому, чтобы кто-нибудь, не имеющий сил, достигнул девства, не был осужден, как приступивший повеление. Я не повелеваю, говорит он, оставаться в девстве, потому что боюсь трудностей этого дела. Не повелеваю и беспрестанно сообщаться женой, потому что не хочу быть законодателем невоздержания. Я сказал, я сказал, вместе удерживая от ниспадения ниже, но не препятствую усердному восхождению выше. Итак, не он преимущественно желает, чтобы брачные постоянно сообщались женой, но так установлены невоздержанием людей беспечнейших. Если ты хочешь узнать собственное желание Павла, то послушай, каково оно. Желаю, говорит он, чтобы все люди были, как и я. 1 Коринфянам 7.7 То есть в воздержании. Итак, ты, апостол, желаешь, чтобы все соблюдали воздержание, желаешь, чтобы никто не был в браке. Так, но, впрочем, этим не препятствуешь желающим вступать в брак. И не обвиняю их, но молюсь и желаю, чтобы все люди были, как и я, а брак дозволяю в избежание блуда. Посему и вначале я сказал, хорошо человеку не касаться женщины, потому что я этого более желаю. Продолжение следует.